Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провел видео-селекторное совещание по вопросам обеспечения стабильности цен на основные продукты питания и формирование их резервов. Резкое изменение климата в различных частях планеты. Продолжающиеся засухи во многих странах создают реальные угрозы для продовольственной безопасности. В связи с ситуацией на международной арене, нарушением глобальных производственных цепочек, проблемами в логистике многие страны вводят ограничения на экспорт продуктов питания. Потому, как отмечалось на видео-селекторе, в таких условиях хакимы областей, районов и городов должны просчитать свои возможности для полного удовлетворения внутреннего спроса и увеличения экспорта. Однако многие хакимы, подчеркнул президент, до сих пор этого не осознают. В нынешнем году сокращено и передано населению 80 тысяч гектаров, на которых выращивались ранее хлопок и зерно. Согласно подписанному постановлению президента, до конца года населению будет роздано еще 20 тысяч гектаров посевных угодий. В следующем году населению на конкурсной основе будет выделено 100 тысяч гектаров земель. За счет этого будут созданы условия для трудоустройства 1 миллиона 200 тысяч жителей. На видео-селекторе было отмечено, что Андижанская, Бухарская, Хорезмская области эффективно использовали эти земли. Собрали до трех урожаев и увеличили экспорт в полтора раза при обеспечении внутреннего рынка. В результате реформ значительно улучшился уровень обеспеченности республики мясом, птицей, яйцами, рыбой и рисом. Например, за последние три года Андижанская область увеличила производство рыбы с 4 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а Бухарская с 3,5 тысяч тонн до 23 тысяч тонн. В Самаркандской области нарастили производство мяса птицы с 22 тысяч тонн до 100 тысяч тонн, в Ташкентской области с 31 до 90 тысяч тонн. Сырдарья увеличила производство яиц со 127 миллионов штук до 200 миллионов, на Манганской области с 480 миллионов до 700 миллионов штук, Ферганская область с 350 миллионов штук до 600 миллионов и полностью самодостаточно. Однако было отмечено на видеоселекторном совещании, некоторые хакимы областей не смогли должным образом организовать эти работы. Неужели руководители данных регионов не знают, насколько ощущается нехватка продовольствия и сколько импорта поступает на их территорию? Задал вопрос президент. Отмечено, что внутренний рынок остается зависимым от импорта 25 видов продовольственных товаров. Президент резко раскритиковал сложившуюся ситуацию и поручил ответственным лицам совместно с хакимами областей, районов и городов в месячный срок представить пакет проектов по освоению производства в республике данных 25 видов импортируемой продукции и принять соответствующее правительственное решение. Отмечено, что по итогам 6 месяцев следующего года хакимы областей, не изменившие ситуацию в регионе, будут освобождены от занимаемой должности. На совещании отмечены высокие сезонные изменения цен на основные виды продовольственных товаров. Причина в том, что в 50 сельскохозяйственных районах не хватает холодильных, сушильных, сортировочных и складских помещений. В связи с этим хакимом областей совместно с Министерством сельского хозяйства поручено в месячный срок принять отдельную программу по резкому увеличению складских мощностей в 50 районах. Для этого есть средства, однако ни один хаким не знает, сколько у него мощностей для хранения продукции и как использовать имеющиеся средства, сказал президент. Также было отмечено, что из полутора триллионов суммов кредитных средств, выделенных на заготовку плода овощной продукции, в текущем году освоено 670 миллиардов суммов. Подвергнуто критике, что хакимы в своих предложениях показывают только новые проекты, которые будут реализованы, количество продукции, но нет ответа на вопросы, как это повлияет на обеспечение населения и какие цены будут до конца года. Хакимам областей поручено представить конкретные планы и расчеты, насколько увеличится производство импортозамещающей продукции с указанием конкретных предпринимателей и проектов. Главное, что государство детально остановился на задачах, стоящих перед сферой, озвучил новые механизмы стимулирования. Это, к примеру, доведение площадей выращивания продовольственной продукции по меньшей мере до 300 тысяч гектаров. В целом, размещением культур теперь будет заниматься агентство по садоводству. Ответственным лицам, начиная с 15 сентября, по предложению помощников хакимов, поручено выделять кредиты без залога до 150 миллионов суммов на выращивание овощных, дукатных и масленичных культур, обеспеченные семенами, удобрениями, горючей смазочными материалами на защиту растений. Половину этих средств будет разрешено выделить наличными. Для этой цели агентству по садоводству будет выделено дополнительно 300 миллиардов суммов. Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства поручено внедрить совершенно новую систему кредитования плодовощеводства. Теперь 50% расходов кластеров и фермеров по страхованию урожая, картофеля, овощей, масленичных культур будет покрываться за счет государства. Для этого в следующем году из сельскохозяйственного фонда будет направлено 50 миллиардов суммов. Теперь для выдачи кредита на выращивание продовольственной продукции обеспечением по кредиту может быть страховой полис. На видеоселекторе была подчеркнута необходимость ежегодной заготовки в республике семенного материала, а именно 300 тысяч тонн картофеля, 6 тысяч тонн дукатных, 11 тысяч тонн масленичных культур. В Самарканде прозвучало, начался успешный эксперимент с картофелем. Ответственным лицам было поручено запустить подобные проекты с частным сектором по производству семян зернобобовых и масленичных культур, выделив на это 26 миллионов долларов. Перед хакимами регионов поставлена задача сократить импорт семян в три раза в ближайшие два года. В каждом регионе ввести в эксплуатацию не менее одного интенсивного овощеводческого питомника. Подчеркнуто, что отныне высокоурожайные земли должны быть переведены на интенсивные технологии. Ответственным ведомством для перехода на интенсивное сельское хозяйство поручено сформировать необходимое правовое поле, разработать действенные меры поддержки и налоговые стимулы. В целях обеспечения стабильных цен на плодо-овощную продукцию на рынках в зимне-весенние месяцы было подчеркнуто, что необходимо решить проблемы, связанные с ее хранением и транспортировкой. Отмечено, для всех проектов в данном направлении будут созданы необходимые условия. Подвергнута критике деятельность акционерного общества «Агролизинг». Поставлена задача его трансформировать, так чтобы структура оказывала эффективную финансовую помощь дыханам и фермерам. Министерству сельского хозяйства поручено запустить в следующем году мощности по хранению продукции в регионах на 200 тысяч тонн, направить 100 миллионов долларов на реализацию проектов по интенсивному садоводству и плодовощеводству, строительству складских помещений по упаковке и переработке выращенной продукции. Важно, подчеркнул президент, предоставить льготы во всех регионах собственникам теплиц, полностью обновить системы финансирования, кредитования, лизинга и страхования в аграрном секторе. Рассмотрен на видеоселекторе вопрос развития приусадебных хозяйств, обеспечения качественной и эффективной защиты растений. По этим и другим направлениям сельскохозяйственной сферы и лидерам страны были озвучены конкретные целевые ориентиры. Ответственные лица рассказали в ходе диалога о механизмах реализации поставленных задач, о проектах, которые запланировано запустить в ближайшей перспективе. Редактор субтитров А.Семкин